Шматые вязковые колодежи по судности теперь ими уже и не заявляются. Воды у них больше нема. И по великим рахункам это просто огородженная яма. Хоть и огороджая часто достаточно небеспечная. БДА один и плюс засушливого лета и отсутности воды. Могчимость почистить колодежи. Практично усеянные были побудованы еще в советские часы и находились на балансе сельских советов. После передачи на баланс коммунальников высветилася. Розного сметча у колодежек стольки, что невядомо, как у вогули эту воду уживали вязковцы. Самое проблематичное это то, что чисткой колодцев, можно сказать, раньше, наверное, никто не занимался сильно. И в текущем году, и в прошлом году колодцами занимаемся чисткой колодцев. Есть обученные люди, которые опускаются вниз, чистим. Доходит до того, что мусора достаем где-то до куба, а то и более. Правда и без влеку сметча вода ужма таких колодежек не вельми доброй якости. Сгодно с даденными районных санитарных службов, до 30% узятых тут проб не отповедают эпидемиологичным потребованиям. Нитраты, нитриты, железо, плюс неприемный пах и смак. Она ржавая. Она, в смысле, вот наливаешь, она не ржавая, а если ее подогреть, она красная кастрюля становится. Ну, от ржавчины. И выпадает осадок этот, железо, ржавчина. Очень ржавая. Так она же превышает во много раз показать серии железа. Это официально даже нам был ответ. Нельзя сказать, что для выправления становища ничего не подпринимается. Причем для того, как гарантовать якость, упор робится на обудовництво новых водопроводных сеток. Правда, справа, это вельми нетанная. По словам коммунальников, замена одного километра водопровода, ка что и кля 400 миллионов рублей, с проектной сметной документацией, удвоя больше. Заразумело, что сродков, как одразу заменить все сетки, у бюджета нема, а ли отповедная работа все же таки ведется. Водопроводные сети, да, тоже старые, тоже были построены в большей части в 70-х годах прошлого века. И на сегодняшний день изношенность, особенно в сельской местности, где-то процентов 70 уже есть в среднем. Но новая сеть у нас тоже строится. Вот в той же Жгунабуде были построены 5 километров новых водопроводных сетей. Поэтому работа по улучшению все-таки ведется. Алексей Тюров, Йоген Макеенко, Телерадо-компания «Гомель».